Сегодня в перерывах, выкраивая минутку, Наталья Анищук с удовольствием приходит в музей части. Здесь собраны телеграфные аппараты разных лет. Именно с них начинался профессиональный путь теперь уже младшего сержанта контрактной службы. Успешно оконченный колледж связи дал дорогу во взрослую жизнь. Когда поступала, вообще не планировала, не думала, что все-таки судьба сложится так, что я попаду в армию. Ну, до этого хотелось, конечно, но пришлось выбрать немножко другой путь. Ну, ничего, ни о чем не жалею, так все сложилось. Командование части с первых дней увидело потенциал в девушке. За внешней миловидностью красотой скрывался сильный мужской характер. Несмотря на то, что в подразделение Наталья Анищук пришла совсем еще девочкой, ей всегда доставали самые ответственные поручения. Она отличалась исполнительностью, трудолюбием, хорошей физической формой. Спорт с Наташей шел по жизни. Когда девушке предложили поучаствовать в воспитании на знак доблести мастерство, сомнения, конечно, были, но недолгими. Я все-таки думала, что я не справлюсь, у меня не получится. Это такой объем информации, действительно, там нужны были очень большие силы. Но в ходе вот этих всех занятий, подготовки, мне это нравилось. Я думаю, что самое главное, когда это нравится, то у тебя должно все получиться. Теперь заветный знак на груди, такой же, как и у 19 коллег, сдавших аттестацию. Но дался он непростой ценой. Наталью ожидали более 40 испытаний, о которых сегодня напоминают лишь фото и небольшие отрывки видео. Огневая, топографическая, воздушно-десантная, военно-медицинская, радио- и инженерная подготовка, десантирование с вертолета, движение по пересеченной местности, марш-бросок, поиск объекта. Почти по всем испытаниям Наталья Анищук получила отметку «Отлично». Все испытания были по-своему, конечно, тяжелые, но все-таки вот мне больше запомнились это переползание 50 метров с грузом еще на тебе, 15 килограмм, с автоматом. И мы что-то похожем на вот это вот, да? Ну да, да, вот это примерно то же. Это было, ну я, например, не думала, что это настолько сложно. Вот, и когда я доползла, мне казалось, что прошло, что я переползла не знаю сколько, ну километр где-то ползла, потому что действительно это было сложно. Вот, ну и, конечно, марш. Это самое такое тоже выматывающее испытание. Вот действительно проверка тебя не только на выносливость, но еще и психологически очень сильно. Постепенно Наталья возвращается в свой прежний режим жизни. Внимания после аттестации к ее персоне было немало. Конечно же, особое место занимают в графике младшего сержанта тренировки. Несколько раз в неделю она посещает тренажерный зал. Саморазвитие для Натальи прежде всего. Несмотря на профессиональные амбиции, в душе она мечтает и о простом женском счастье. У меня был такой шанс при подготовке, там даже вот пострелять вот с разных видов оружия. В батальоне связи до этого мне там не приходилось стрелять, например, с РПГ там или с пулемета. Для меня это интересно. С теорией тоже очень многого я узнала нового. То есть, ну, как бы есть свои очень большие плюсы. И мне кажется, если бы сложилась так судьба, что я все-таки не смогла бы пройти, я бы ни капли не пожалела о том, что я приняла участие. И я думаю, что на следующий год бы я все равно поехала. Конечно, есть планы. Главное, чтобы была надежная мужская опора. Я думаю, конечно. Мамой будущего обязательно еще хочу. Сын есть, надо дочку. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Букуной, Чанты Долуговкин, телекомпания БУК-ТВ.